Кадакан представляет Намура Тадахира Чемпион Олимпийских игр в Атланте 1996 Чемпион Олимпийских игр в Сиднее 2000 Чемпион Олимпийских игр в Афинах 2004 Саю Наги Для Саю Наги мне необходим захват за рукав Хиките И захват за отворот Цурите Перемещаем нашу стопу Поворачиваемся и приседаем перед партнером Каждое действие должно быть связано с другим Чтобы я смог провести прием правильно По моему мнению, первоочередным здесь является то Как использовать захват за руку Обычно я стараюсь схватить ее за край снизу рукава Прежде чем начать прием Я стараюсь взять захват снизу рукава И всегда тяну его вниз Проще провести прием, контролируя захват за рукав При этом не давайте схватить себя за отворот Если соперник жестко держит ваш отворот Схватите его рукав и стяните его немного вниз Так у вас появится возможность потянуть за рукав вверх Поднимая вверх захват за рукав Я стараюсь так повернуть кисть Чтобы большой палец смотрел вниз Обычно я начинаю с Айонаги из низкой стойки И пробую начать прием, как только я и мой соперник будем в этой позиции Мне необходимо эффективно использовать захват за рукав Не нужно оттягивать рукав к низу очень сильно Это частая ошибка Она случается, когда вы не можете обеспечить себе Достаточно пространства для свободного вращения тела Поэтому я использую захват за рукав Чтобы создать необходимое пространство Для разворота своего туловища Даже если пространство будет не очень большим Важно создать хоть немного пространства для движения Для этого я всегда выдергиваю рукав вверх Сейчас я повторю еще раз Вот как это выглядит Я вижу оборотную сторону своей кисти Мой большой палец смотрит вниз Мизинец вверх Благодаря чему мой локоть стал подвижнее Я пробую поднять свой локоть вверх Вместо того, чтобы тянуть его вперед Я стараюсь его вытянуть вверх Я намеренно не задираю свою голову вверх А просовываю ее под подмышку соперника Эта последовательность сохраняется даже тогда Когда я нахожусь в низкой стойке По отношению к сопернику Я не пытаюсь вытянуть голову вперед туловища Это то, как я использую захват за рукав Как я уже объяснял Старайтесь полностью развернуть свою кисть И поднимайте локоть, насколько это возможно Начиная вход с айонаги из этого положения Я всегда удерживаю свою руку Вытягивая ее как можно выше, до конца Вот так Вытянув руку максимум вверх И удерживая захват за рукав в этом положении Я оставляю себе пространство между своим телом и захватом за рукав И наконец тяну захват вниз Последним действием бросая соперника После того, как я развернулся бедрами и туловищем И сильно вытянул захват за рукав Я бросаю соперника движением сверху вниз В саю наги из низкой стойки Я бросаю соперника Выполняя движение сверху вниз Это мой вариант саю наги Через захват мы можем чувствовать партнера Соответственно понимать, когда партнер расслаблен, а когда напряжен Захват за отворот необходим, чтобы чувствовать и нарушать баланс тела соперника Я предпочитаю хват в верхней части отворота Надавливая вот в этом месте И всегда использую для этого мизинец безымянный и средний пальцы Если же партнер пытается потянуть вниз мою руку И создать немного пространства, наклонив туловище вперед Я продолжаю вдавливать свой захват за отворот Толкая им соперника в грудь Пока я вдавливаю захват Есть возможность решить, когда начинать выполнять прием В момент начала выполнения приема Я не напрягаю свой захват за отворот А наоборот стараюсь, чтобы он был пластичным Если быть точным, то я начинаю выполнение саю наги в тот момент Когда раскрываю захват наружу, в сторону Важно еще и то, что я стремлюсь сохранить в этих действиях пластичность и скорость Я использую оба захвата И вместо того, чтобы двигать соперника к себе своим захватом за отворот Я вталкиваю свой захват в соперника кулаком И затем, притягивая партнера к себе, применяю саю наги Так я использую мои захваты хиките и цурите Захват за отворот играет по-настоящему важную роль Используя его, я могу сковывать действия соперника Могу вывести его из равновесия И могу поймать его ответную реакцию В этом положении я всегда пытаюсь схватить верхнюю часть отворота Так я напрямую использую свою силу Используя верх отворота, я смогу мощнее толкнуть соперника Или я просто смогу вывести его из равновесия, потянув вниз Если я возьму низ отворота, то моя сила будет рассеянной и неэффективна И я не смогу вывести соперника из равновесия, как бы сильно я не двигал рукой Поэтому я стараюсь захватить верхнюю часть отворота Так мне будет проще применить свою силу Я давлю кулаком в тело соперника в точке захвата Я делаю так всегда, когда выполняю учи коми, ноги коми и кумите При правильном выполнении этого действия У соперника всегда будет покраснение в области груди Я жестко надавливаю кулаком, чтобы соперник чувствовал давление Надавливаясь на соперника, я двигаюсь на него А потом резко, рывком за отворот, притягиваю его к себе И он теряет равновесие Это то, как я стараюсь лучше использовать свою силу Старайтесь оказывать давление постоянно Мне достаточно немного потянуть на себя и вниз, чтобы применить саюнаги Толкаем вперед, затем вниз и бросаем Старайтесь использовать в локоть и кисть, не применяя силу Отдергивая отворот в сторону или вверх Делайте это плавно Рывки захватов вверх очень важны Они эффективны в поединке, когда, растрепывая кимоно соперника, вы готовитесь к внезапному проведению саюнаги Такая последовательность действий намного лучше немедленного проведения приема Я не смогу добиться успеха, бездумно напрягая свою руку и плечо Лучше всего нагружайте соперника, используя кулак Пока мое плечо и рука не нагружены, я поворачиваю руку и тело И продолжаю движение локтем, пока он не окажется впереди меня Я крепко удерживаю отворот мизинцем, средним и безымянным пальцами Это то, как я использую отворот Я показал, как захватить и использовать верхнюю часть отворота Есть такие ситуации, когда соперник пытается опустить мой захват за отворот В таком случае я должен отпустить свой захват, одновременно разорвав захват соперника и потом вновь захватить за отворот Отпустив захват, вам придется начать бороться за него Это называется кумите Если мне нелегко удерживать вверх отворота или рука опустилась вниз, так что мне теперь тяжело проводить прием Я, не отпуская отворот, продолжаю двигаться на соперника И используя мизинец, указательный и большой пальцы, постепенно двигаюсь вверх по отвороту Итак, если мой захват сместился вниз, я должен вернуть его к верхней точке отворота соперника, используя подмышку и поднимая локоть Если же мне тяжело, я поднимаю локоть, открывая подмышку и поднимаюсь вверх по захвату, используя указательный и большой пальцы, будто позволяя им ползти по отвороту Вернув себе нужный захват, я затягиваю отворот за собой вниз и провожу саюнаги Такое упражнение позволяет неплохо скорректировать захват в кумите Когда я перемещаю свою ногу, я всегда пытаюсь знать силу поворота своего тела Особенно для проведения саюнаги из низкой позиции, очень важно, насколько быстро я смогу подлезть под соперника Поэтому мне нужно увеличить силу вращения тела, подсаживаясь ниже Теперь о дистанции между нами У меня не получится быстро повернуться, если я сделаю большой первый шаг и окажусь слишком близко к сопернику Чтобы повернуть мое тело быстро и плавно, я сохраняю определенную дистанцию от него Иными словами, я делаю второй шаг, будто отбрасываю ботинок и делаю большой шаг вперед, а не маленький Как бы замахивая ногу назад, я ускоряю вращение своего тела перед броском Первый шаг тоже очень важен С его помощью я создаю себе опору спереди, чтобы стабилизировать положение таза И делаю второй шаг, замахивая ногу Применяя саюнаги, я обычно вижу последовательность в виде ритма 1-2-3 Для саюнаги из низкой позиции, когда мой партнер находится здесь Я делаю свой второй шаг немного шире, чем первый И заканчиваю третьим шагом, ставя ногу рядом с другой Чтобы не опрокинуться назад, я всегда стараюсь подлезть под партнера, как я показал ранее Я поворачиваюсь, стараясь зафиксировать положение головы Я видел, как некоторые спортсмены применяют саюнаги, делая второй шаг, ставя ногу близко к другой Из-за этого им трудно потом повернуться быстро и уверенно Шаг вперед и последующий замах ногой позволяют мне удерживать равновесие перед проведением приема Замах ногой должен быть больше Если я сделаю первый шаг слишком глубоко в сторону партнера, то могу застрять, пытаясь совершить разворот Это ограничивает пространство для совершения разворота, поэтому я делаю небольшой шаг вперед В зависимости от позиции партнера, я могу сделать и диагональный шаг В такой ситуации можно сохранить некоторую дистанцию между соперником, делая первый шаг на него и поворачивая свое тело, делая второй шаг с замахом И тогда я поджимаю ногу под себя, дабы подлезть под пах соперника Последнее действие заключается в том, что я резко дергаю вниз захват за рукав, чтобы бросить соперника Метод проведения саюнаги может быть разным и зависит от индивидуальных особенностей дзюдоиста Некоторые спортсмены учат подставлять локоть глубоко под подмышку соперника Вставив мой локоть под подмышку соперника, я всегда слежу за своим плечом, проводя саюнаги Если соперник обладает крепким телосложением или если я оставлю плечо позади, то саюнаги не получится и соперник проведет контратаку В подобной ситуации я могу быть опрокинут назад Я всегда держу в голове, что любой прием дзюдо может не получиться Мне повезет, если один из десяти подходов удастся Поэтому, чтобы не быть контратакованным в случае ошибки и избежать травмы плеча Первым делом лучше поднести свой локоть поближе к локтю соперника, чем засовывать его под подмышку В саюнаги я стремлюсь направить свой локоть вперед моего плеча и головы Думая о последовательности действий, я стараюсь до конца проворачивать запястье с самого начала проведения приема Удерживая захват за отворот, я поворачиваю свое запястье, поворачивая и мизинец, как сейчас Одиночная учукоми Одиночная учукоми После регулярных тренировок я часто оставался в додзю, чтобы поупражняться в одиночном учукоме Это учукоми, которые я практикую сам с собой Я видел множество спортсменов за отработкой этого одиночного учукоми Но я замечал, что они делают это только в качестве разминки Иногда я поражался тому, что эти упражнения достаточно эффективны, чтобы бросать соперников Практикуя учукоми, я всегда фокусировался на своем воображении Представляю, что мой соперник реально стоит передо мной, и я реально пытаюсь бросить его Я сознательно использую захват за рукав для саюнаги, как коронную технику тадахира намура, полностью поворачивая запястье и до конца поднимая руку Я открываю подмышку и поднимаю захват за рукав вверх Я не оставляю руку около лица, а продолжаю вытягивать локоть, доводя руку до этой позиции Я также крепко держу захват за отворот и использую его, чтобы плавно оттолкнуть, открыть и вставить руку, в конце выполнив прием Я делаю шаг внутрь, полностью поворачиваю свое тело Затем, когда я решаю подсесть под соперника, ставлю свои ступни на ширине плеч и приседаю так низко, насколько могу Зная всю последовательность действий, необходимых для саюнаги, я всегда отрабатываю их в учукоми одиночно И мне не важно, как много нужно повторять действия, хотя я и понимаю, что вначале это может быть тяжело Я повторяю эти действия снова и снова Очень важно следовать последовательности, как будто вы участвуете в поединке Главное, не останавливайтесь Учукоми позволяет мне практиковать разные техники, не думая о весе и силе соперника Так я и задумал создать свою собственную технику саюнаги Я передchecking объединение Я перед nome целесо и выпуском Я передаю Я передаю И я передаю